Я хочу выбрать сегодня свои первые 10 деревьев для своего сада. Конечно же, плодовые деревья. Одобряете вы мой выбор или нет? Мы смотрим дерево на изгиб, обновить срез на корневой системе. Сильно органикой ее не сдабривать. Что-то такое, что само будет расти, а я такое только есть. Хорошо, замачивайте корневую систему, ну минимум часа на 4. Такую канавку вокруг посадочной ямы. Урожай в своем саду. Ты записывал сейчас? Здравствуйте, земляки. Я переехал, и пришло время закладывать свой сад. И чтобы взять правильные деревья, я приехал к нашим друзьям, которых вы уже могли видеть. Это агрофирма Поиска, крупнейший, старейший, большущий питомник в Подмосковье, который находится. Сегодня поговорим о саженцах, вот об этих героях нашего сегодняшнего выпуска. Как сажать, как хранить и т.д. и т.п. на канале Атсахида Сахи. Сейчас теплое время, весна шикарная, там снаружи плюс 20, здесь плюс 5, плюс 6. Где мы находимся? Мы находимся на складе продукции. Здесь полный ассортимент. Декоративные кустарники, плодовые кустарники, розы, клематицы, пионы древовидные и, конечно же, плодовые деревья. Ассортимент по плодовым деревьям это свыше 250 сортов. Здесь холодно, это не случайно. Да, конечно же, чтобы сохранить как раз-таки высокое качество продукции на протяжении всего периода продаж, он у нас с январь по май месяц, как раз-таки вот эта вот оптимальная температура для того, чтобы растения сохранялись максимально в спящем состоянии. И в январе берут? Да. Расскажу про саженцы, да, как они выглядят у нас. Да. Чтобы было понимать. Выглядят одинаково, на первый взгляд. Плодовые деревья у нас зафасованы во влажный торф, агрономическая сетка идет, пакетик, да, чтобы влага не испарялась. Есть ошейник, на котором указано обязательно подвой. Потом идет красочная этикетка. Это мы видим товарный вид. Да, да. Что будет через 5-7-10 лет. Да, как выглядит этот сорт. И с оборотной стороны идет подробное описание сорта. Зимнего срока потребления. Это чего значит, зимнего срока потребления? Это значит яблоки, которые будут поспевать уже это у вас где-то октябрь месяца, которые еще можно похоронить. А. Вообще деревья делятся с раннего срока, раннелетнего срока с заливания, позднелетнего, осеннего и зимнего. Да, и зимнего. Это получается позднего. Вот это подвой, да, вот он здесь мы видим. Да, вот здесь у нас находится подвой, вот это у нас привой. Место прививки при посадке мы не заглубляем, а всегда оставляем над уровнем почвы у плодовых деревьев. Если заглубится место прививки, то это будет на дерево влиять, когда он будет вступать в плодоношение, то это будет влиять. Чем вы заглубите сильнее, да, то как раз таки оно будет и позже потом вступать в плодоношение. Они в принципе плодовые деревья, да, если есть сорта, которые вступают на пятый, шестой год, как раз таки на вступление в плодоношение влияет подвой. То есть на семенном подвой вот идет в характеристике сорта, что он на шестой год вступает, то он так и будет вступать. На семенном подвой на шестом. Если это полукарликовый подвой или карликовый, то дерево быстрее вступает в плодоношение. Плюс подвой еще влияет на высоту дерева. На полукарликовом и карликовом подвой это деревья более низкорослые и менее долговечные, но максимально продуктивный период это 20. При хорошем агрофоне может быть это 25 лет быть. А на семенном подвое это деревья, которые, как нам известно, там по 50 лет. Долгожители. Да, может расти и плодоносить. И опять же скажу, что грунтовые воды влияют. Если это у нас 2 метра и дальше у нас грунтовые воды, то мы, конечно же, высаживаем на полукарликовом и карликовом подвое. А если у нас почва больше песчаная, то сажаем на семенном подвое. Корневая система уходит в глубину и оттуда как раз-таки берет питательные вещества. Я понял. У карликовой просто не такой мощности корневая система, чтобы добавиться. Да, она находится в более поверхностном слое. Сколько лет, кстати, здесь сажаются? Это однолетки. В основном однолетки, но могут встретиться двухлетки. Это за один год вымахивает вот так? Да. Карликовые, это, например, какая высота? До двух метров? На полукарликовом это 4 метра, а на карликовом подвое, да, это будет 2-2,5 метра. Но тут нужно учитывать, что когда мы сажаем на карликовом подвое, у него будет корневая система еще более поверхностная, да. Возможно, может быть, придется вставить колышки, чтобы, если вот ветра существует, да, чтобы его не завалило. Все понятно. Это нужно учитывать. Плюсы карликовых подвое, это легко убирать рожай. Да. Быстрее плодоношение. Быстрее, да, вступает в плодоношение. С грунтовыми водами дружит, с высокими. Да, да, да. Вот три плюса, да. Вот три плюса, да. Сейчас как раз-таки очень актуально. Это вообще, это актуально. Сейчас тенденция идет на вот это, на карликовые, да? Да, да, на компактные, да. Карликовые удобные действительно в обработке полностью, да, и обрезку проводить, и сбор плодов проводить. И дети могут спокойно достать, да, подойти. Поэтому, да. Я вот думаю, какие у меня критерии? Ну, у меня еще дом в поле стоит. Например, ветра могут быть. Я вот... Вам надо тогда ветрозащитные какие-то полосы сажать. А, даже вот так. Конечно. Почему это еще нужно? Поскольку плодовые деревья опыляются насекомыми, да, а в основном это пчелы, и как раз-таки лед пчел в ветреную погоду, он будет гораздо меньше, чем если бы у вас там не было ветра. Поэтому обязательно... Ну, пчел я планирую своих заводить. У меня гектар земли, то есть я в целом могу, ну, многое там. Ну, и сажать еще, да, пчелы у вас будут, но они могут улетать в другое место куда-то. Для них нужно тогда сажать растения, с которых они у вас будут собирать. Мед. Да. Пульсов. Согласен. Вот. Вы можете многолетники высаживать, котовник, Веронику Дубравную, медуницу, которая рано цветет, она будет как раз-таки их задерживать на вашем участке. И они не будут увлекать. Ты записывал сейчас? Все, я подолжу. Выйду в поле сто на сто. Что мне делать? Правда, что? Я узнаю у людей. Подпишись на канал и узнай со мной скорее. Выйдем в поле сто на сто. Знаем, что делать, точно, точно знаем, что. Какой бы я был, вы мне могли порекомендовать. И почему? У меня есть гектар, у меня есть чисто поле. Это бывшая сельхоз территория была. Гумус приличный, потому что раньше удобрялся в воду глубоко. На 4-5 метрах грунтовую воду. Измерял геологию. Да, вот все почти. Но не карликовые же, да? Хотя бы полукарлики нужны. Вот смотрите, яблочный спас на полукарлике. Вам нужно, вы определились количество, сколько вы возьмете летних, сколько осенних? Нет, не определился. Ну, сейчас определюсь с вами вместе. Смотрю на вас и определяюсь. Но я возьму один осенний точно возьму. Один осенний, один летний, например. Я вот подумал, что две яблони нам на одну семью хватает, наверное, за глаза. Летнего срока яблочный спас, сорт иммунек парше. Он как раз-таки на полукарлике. Крупные плоды массой 200 грамм. Берем. Хороший сорт. Хороший. Мне нравится дерево сильно рослое, быстро растущее. Мне нравится. Мы берем, стараемся взять дерево, чтобы оно было самое главное. Максимально ровное, да? Так. Вот критерий. Ровное. Можно либо это, либо это. Мы потому что смотрим дерево на изгиб. Это говорит нам о том, что если изгиб пластичный, то дерево у нас живое. Живое. Вот. Почки у нас, соответственно, еще находятся в спящем состоянии. Я бы рекомендовала даже вот такое взять. Почему? Потому что при посадке вы его вот так вот обрезаете, да? В верхушку. Чтобы как раз-таки спровоцировать рост начала ветвей первого порядка. Вот они ровные будут. Потому что мы оставляем штамп, у нас должен быть 80 метров где-то, да? В наших условиях рекомендуется штамп. То есть вот это вот прям, на мой взгляд, самое идеальное для того, чтобы взять. Спасибо. Вот. Я бы все равно рекомендовала несколько сажать, чтобы происходило перекрестное опыление. Поскольку, ну, яблоня – это культура, которая требует перекрестного опыления. Вот эта тема вообще для меня, если честно, темный лес. Вот то, что я две возьму, это хватит им? Да. Если вы берете раннего срока и осеннего срока, то между ними произойдет переопыление. А если вы взяли раннего и позднего срока, то там уже период между цветением этих двух деревьев будет довольно большой. Да, и они между собой не переопылятся. Есть еще вот Антоновка обыкновенный старый сорт. Если вы любите Антоновку, просто многие люди любят Антоновку. Есть славяна. Попробуем классику, так сказать. Пожалуйста. Давайте классику Антоновку. Антоновку тоже популярный. Это в последнее время теплолюбивый абрикос, персики, нектарины, черешня. Мне кажется, что лучше все равно попроще. Ну, нельзя, так сказать, натянуть на ежика глобусы. Ну, то есть персика я не планирую выращивать в Турской области, в Южной Таге. Мне хочется, но я не хочу бить эти рекорды. Я видел всего зиму нынешнюю, она была минус 40. И сдается мне, что даже самый лучший сажен, самый качественный. Во-первых, у меня еще опыта нет, во-вторых, они как-то треснут. Разлетие морозное, как это называется? Не перезимовать, да, они могут. Естественно, потому что культура теплолюбивая, ей нужно хорошее защищенное место, да, от северных ветров, с южной стороны. Ну и при этом, естественно, желательно даже еще и укрывать. А абрикос, культура, она все-таки такая высокорослая, сильно рослая. Да, и это, конечно же, будет затруднительно. Конечно, не стоит на месте селекции отечественной и зарубежной. Здесь все это представлено. Вот такой северный киви, ну как киви, это актинидия, называется по уму, до минус 30 градусов морозоустойчивость. В прошлом выпуске мы показывали, какая она на выросток, так сказать, она метров 7-8. Это вьющегося типа растения, плоды один в один, как киви. Или вот виноград, например, да, многие до сих пор. Да и я, конечно, стереотипно мы думаем, что это южное растение. Но вот морозоустойчивость до минус 23 градусов, сорт Рашфор. А тут еще есть у нас сорт Биянка, минус 25-27 морозоустойчивость. Впечатляет, впечатляет. Но, честно говоря, зовите меня ретроградом, но пока пробовать не хочется. Может, потому что я с Кубани родом, у меня там тещенька, тесть, я за виноградом поеду. У деревьев есть гибриды, как шарафуга, которые в последнее время пользуются очень большой популярностью. Шарафуга? Шарафуга, да. Это певица на радио Шансон, по-моему. Есть гибрид вишни с черешней, это дюк называется. Он, получается, от вишни взял морозоустойкость. От черешни как раз-таки крупность и сладость. Ух ты! Да. Идемте к этому гибриду. Он гибрид, ну, знаете, боятся гибрид, ставят в один ряд с ГМО, ну, вот это все. Ну, такая, то есть, у термина плохой ассоциативный ряд у некоторых людей. Правильно я понимаю? Мне и вот ваши сотрудники говорили, что ну, не надо вообще-то бояться результатов селекции, что это только благо, что люди как бы 10-20 лет чего-то выводили специально, чтобы удовлетворить потребности наши. Конечно, да, есть спрос, поэтому они над этим работают. Надо выпустить это предложение, по которому есть спрос. Ну, дюки, они, в принципе, все вот хорошие, ночка, хакел, да, вот сестренка, саратовская малышка. Гибриды, они ведут себя по обычным правилам любого дерева. Их и сажать так же, как и опылять так же пчелами, да? Да, да, да. Ну, хорошо, тогда факел, конечно. О, мне нравится кормилица. Можно взять кормилицу? Кормилица? Давайте кормилицу. Дегустационная оценка 4,8 балла. Из пяти. Хорошо. Вишню? Тогда вишню, наверное, надо бы, да, тоже парочку, конечно. Но вишню надо посадить, желательно лучше три взять. Вишни? Она все-таки в многосортовом саду как-то лучше себя проявляет, да, и лучше плодоносит. Ну, хорошо. Возьмите вот этот вот сорт десертный морозовый. Это сорт устойчивый к заболеваниям. Давай. Поскольку вишня в последнее время, конечно же, очень страдает. Да? В последнее время очень страдает. А потому что они тоже не стоят на месте, да, эти все заразы, как бы, вот эти микроорганизмы? Ну, конечно, у нас климат меняется. Плюс то, что завозится много же, да, посадочного материала. Все это вместе. Уже с инвазивными какими-то, да? Все вместе это сказывается. Ну, наверное, самое основное, это, конечно же, и климат, да, смена климата. А смена климата, извините, куда? Ну, зимы-то у нас стали более теплые. Вот в этом году аномально постояла неделя, а до этого, считайте, 20 лет, все равно она такая была теплая. Ну, да. Когда зима. Да. И неснежная, к тому же, тоже еще. А когда теплые и неснежные, то все перезимовывают. Все вредители, они будут зимовать. А, не вымораживают? Не вымораживают. Да, да. Вот этот вот очень вкусный сорт, она маленькая, компактная, молодежная. У меня растет, очень вкусная. И еще вот любскую, как опылитель для всех сортов. А, и позднего срока, ну хорошо. Это хорошо, наверное. Да, у вас получается раннего, среднего, позднего, да, как раз будет плодоношение растянуто. Это тоже важно, да, так соблюсти, чтобы подольше лакомиться, свежими плодами. Да, и переработки это удобно, что не массово у вас все разом поспело, да. Да, точно, точно, точно. Может быть, давайте про посадку тогда поговорим. Да, давайте. Есть ли у вас какие-то вот ходы? Да. Сейчас нужно, конечно же, поставить, хранить прохладное помещение. Лучше, если это был бы ноль. Но с учетом того, что сейчас очень такая погода теплая, так бы я бы рекомендовала поставить в гараж, пристройку. Да, есть бытовка у меня, бытовка есть. Но там уже просто на улице-то у нас плюс 20, там будет теплее. Ну, тут получается ставить максимально что-то прохладное находитесь. Может, пугарь у вас есть. Если я правильно понимаю, то вот это растение, арония черноплодная, она даже в условиях плюс 5, ну, в общем, вот в этих заготовленных лабораторных практически условиях взяла и проросла. Что говорит о том, что это очень мощное, хорошее растение, но как саженец она, наверное, уже потеряла свою чуть-чуть ценность, потому что, ну, ее уже надо сажать в грунт, а еще рано земля мерзла. По-хорошему, конечно же, нужно, чтобы посадочная яма была заготовлена с осенью. Вы заготовили? Нет. А можно с апреля заготовить? Ну, теперь, конечно же, вы заготовите ее весной. Но почему рекомендуется заготавливать все-таки посадочную яму с осенью? Потому что за зиму как раз-таки происходит оседание грунта, а сейчас она у вас будет рыхлая. И когда вы сажаете, мы уже проговорили с вами, да, то, что вместо прививки вы не заглубляете. Да, оно может естественно, само утону. Да, поэтому за этим теперь вам придется следить. То есть, если бы она была заготовлена с осенью, почва бы хорошо уже осела, да, и это никак не повлияло и не сказало. Про яму давайте. Какого она размера должна быть? У плодовых деревьев это максимум, мы делаем сантиметров 80, поскольку корневая система у нас уходит в глубину, но сейчас она уже у нас молодая, да, то вот максимально 80 и по ширине тоже 80. Это касается, если у вас участок вы вновь осваиваете, то есть, вот как я так поняла, у вас это дернина, да? Мы сняли плодородность. А, у вас уже обработанная. Ну, то есть, когда она уже у вас обработанная, то можно и поменьше яму заготовить, да? Да, да. То есть, этого будет достаточно. Деревья перед посадкой замачиваете, корневую систему, ну, минимум часа на 4, чтобы напитать корни влагой. Угу. Это как сделать? Снимаем пакет и в ведро его ставим. В ведро ставим. Сетку пока не трогаем, да. Вот, потом, значит, вот сетку видно, да, у нас здесь? Видно. Вот. Потом, значит, вы подносите дерево к посадочной яме непосредственно, ставите его в посадочную яму и уже в ней надсекаете сетку, надсекаете. И аккуратно расправляете корневую систему. Если позволяет у вас возможность, да, вы увидите корни, то можно сделать, обновить срез на корневой системе, что тоже спровоцирует рост в дальнейшем. Чуть кончика подойдет. Да, да. Обновить срез на корневой системе. И потом уже получается хорошенько его приминаете, грунт, да, расправляется корневую систему, аккуратно приминаете. То есть делать это нужно аккуратно, потому что вот вишня, черешня, это культура, которые, дюки, да, которые вступают в плодонаж, начинают вегетацию рано, и уже даже при хранении в холодильниках у них образуется всасывающая корневая система. Вот ее желательно максимально не повредить, постараться, потому что это тоже потом повлияет на то, как он будет приживаться. И желательно яму посадочную сильно органикой ее не сдобривать, не удобрять, потому что органика содержит большое содержание азота, да, у нее идет. А азот будет провоцировать рост надземной корневой системы, вегетативной вот этой массы, да. А нам сейчас первые два, ну первый год это точно, да, и второй тоже, желательно, чтобы у нас как раз-таки хорошо разрасталась корневая система. Как только вот дерево хорошо у нас приживется, сформирует хорошую корневую систему, то тогда оно в последующем нас будет благодарить вкусными плодами. Даже не перекормить получается, да, то есть там навозом вот это то, что любят подкинуть, вы не надо тогда? Нет, нет, не надо. В первую вот, когда вы готовите посадочную яму, точно не надо. То есть в последующем, да, вы будете все это делать по технологии, да, удобрять деревья, обрезать деревья, ну, весь агрофонд соблюдать. У кого-то корневая система, если длинная, то она может быть загнута, и вот как раз-таки вот эти вот загнутые корни нужно хорошо расправить, и чтобы у вас центральная проводник, да, и центральный проводник корня шел вниз. Потому что если вот ничего этого не сделать, и если где-то загнута корневая система, да, то она, конечно же, потом повлияет на то, как дерево будет себя вести, вплоть до того, что оно может погибнуть. Они начнут друг у друга расти, там, конфликтовать за питательные вещества. Да, ну, да, и просто погибнет. Еще, конечно же, здесь на складе очень много цветов. Вот мы идем в розах, их одних роз здесь видов 50. Ну, я на стартовом этапе развития сада твердо убежден, что то, что нельзя съесть мне в моем саду прямо сейчас не нужно. Вот. Дуб черешчатый, на латыни Куэркус Робр. Помню до сих пор с университета. Запомню. Садись, пять. Сортовое соответствие, здоровый посадочный материал вот так растет. Дуб можно купить. Но его, опять же, не едят, если ты не кабан, поэтому... У нас есть вишня, дюк и яблоко, нам остались груши. Груши, да. И сливы. По груши. Если это летнего срока созревания, мы груши берем. В зависимости, опять же, от погодных условий, если будет стоять жаркое лето, груша очень быстро и максимально отдает урожай. Это буквально там неделя-две, и она портится. Давайте попозднее возьмем тогда. Да, она портится, становится как картошка, невкусная. Я вам рекомендую взять... Осеннюю? Да, осеннего срока созревания. И не только мне рекомендуют, потому что это почти пустое. Да. Мы можем и вот это взять еще. Память якобы тоже бесподобный сорт. У меня она растет, стабильное плодоношение. Плоды не поражаются, да, паршой. Груша вкусная, несмотря на то, что она не сильно крупная, 125 грамм. И она может и мельче быть, поскольку она прям вся усыпанная. Но она сочная, сладкая, без каких-то каменистых положений. Вау. Берем память якобы. И вот этот вот сорт еще тоже хороший. Это у вас будет позже, плюс ее еще можно будет хранить до трех месяцев. Ника? Да, Ника. Вот, так и для Никиты, конечно, Ника, это вообще с ней. Угу, у нас слива. Есть хороший сорт, вкусная, сладкая, конфетная. Плод 35 грамм. Скороплодная, да, она зимостойкая. Очень хороший вкус. Она там почти по дегустационной, тоже 5 баллов. А давайте мы сейчас, смотрите, я попробую выбрать конкретный саженец, а вы мне скажете, одобряете вы мой выбор или нет? Угу. И почему? Я трогаю, вижу, что... Пластично, да? Пластично, да. Но может быть... Вот мне вот почему он нравится? Он вот такой большой, тут уже веток так много. Это хорошо. Но я видел, что вы выбирали по-другому. Да, я всегда выбираю, чтобы оно было ровное. И чтобы веток было... Все-таки, когда ты сам формируешь, да, то это немножко по-другому. Вот здесь вот они под острым углом. Тут нужно будет потом работать с обрезкой. Вот. Поэтому я, в принципе, выбираю всегда вот, чтобы оно было максимально ровное, без веток. Ну, каждый, каждый тут уже для себя. Нет, так у вас сад сколько лет? Вы же сад только впитывать нам. Ну, либо вот это вот можно. Тут, что хорошо, что они расходятся, да, в потенциал? Да, да. Не будут вмешаться друг к другу. Можно вот это. Так, вот это. И можно взять сорт венгерка-корнеевская. Венгерки, они, в принципе, все идут, часто спрашивают, посушить вот чернослив, да. Как раз-таки вот венгерка, она для этого подходит. Можно сушить. Да. Ну, это тоже популярный очень сорт. Говоря о сроках, сколько, если при условии, что я нигде не ошибусь, лет пять мне ждать, да, урожая? Ну, как-то, да. Где-то так. Так, то есть вишня может у вас, конечно, чуть-чуть пораньше, да. А все остальное, в принципе, да, треть, четвертая. Слива она, ну, все равно год четвертый, да. По солнцу. Кто-то любит больше тень, кто-то не любит тень. Или все они могут. Всех плодовых деревьев и плодовых кустарников, если вы хотите, чтобы сорт набрал максимальные вкусовые качества, вот как они там прописаны, да, сахара, чтобы накопились, то, естественно, это мы делаем солнечное местоположение. Солнечное. Да, вкусовые качества как раз. Да, вкусовые качества. Ну, ура. А если я вот тоже на будущее, например, хочу кустарники сажать, я могу под ними? Вот тоже не рекомендуется. Они тоже любят точно так же солнце. Да? Даже малина, как-то, ну, не все. Малина – это вообще культура, которая только любит солнечное местоположение. Вы можете смородину частично посадить, но она не наберет сахаров. Опять же, вы ее будете либо в переработку на варенье там, да, или что-то просто поморозить. Но поморозить, если потом вы ее будете размораживать, опять же, нужно, чтобы она была послаще. Вот максимально сахара они будут набирать все равно на солнечном местоположении. А по увлажненности? Ну, опять же, малина, смородина, ну, в принципе, плодовые кустарники, у них же корневая система не глубоко, она залегает в поверхностном слое 45-50 сантиметров. И, естественно, для них влажный режим, он важен. Это будет, опять же, сказываться на качестве и вкусе. Малина, если, например, в период, когда она закладывает ягоды, да, и потом, когда созревают они, недостаточно получила влаги, это скажется на качестве получаемых ягод. Вот, поэтому тут и вообще все плодовые кустарники, если мы говорим, то желательно мульчировать, и мульчировать слоем 10-12 сантиметров, чтобы как раз-таки вот этот вот влажный режим хорошо соблюдался. Поливать как часто нужно у меня после посадки и вообще? Вот это важно, да, как раз-таки поливать после посадки, потому что погода может стоять разная, да, бывает у нас, когда вы, да, в мае, и она, вот эта вот жара будет стоять. И тут важно действительно соблюдать вот этот влажный режим, то есть вы смотрите, пересох у вас, да, поверхностный слой, и вы, конечно же, поливаете. Потому что это будет сказываться, да, на приживаемости деревьев. На очередь всегда должна быть влажная, да, не затопленная, но, в общем, должна ощущаться. Ну, да, важно, чтобы растение не испытывало стресс, то есть недостаток влаги, если оно у вас пересохло, оно сразу стрессует. Если вы его залили, опять же, это тоже будет стресс для растения, да, будет для корневой системы не лучшие условия. Поливать только под корень, поливать лучше распылять, да, чтобы не струей там ничего не деформировать, там, из шлангов. Ну, конечно, да. Вообще делают такую канавку вокруг посадочной ямы, то есть вы не близко к корневой системе, да, а вот по кругу она как идет, вот эта канавка, в которую вы как раз-таки заливаете, и она будет впитываться, да, равномерно по диаметру, получается. То есть, если у нас яма 80 на 80, да, вот так вот сделали, да, да, канавку, и в нее проливаете, и она будет хорошо уходить. Вот так вот. Ну что, теперь выбор. Вот это мой будущий сад, уже сейчас видите, теперь дело за тем, чтобы правильно посадить. Спасибо вам большое за все советы, за все ваши передачи опыта, мы вам очень благодарны. Всех благ, хорошего вегетативного периода, как можно говорить. Ну, а я желаю, чтобы у вас все хорошо прижилось, и вы потом собирали урожай в своем саду. Субтитры создавал DimaTorzok